Говорит Черкесск В эфире Вести, радио Карачаева Черкесии Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Сегодня четверг, 22 июня, в студии с главными новостями в Республике Валерия Дагужиева. Официальная хроника. Сегодня в России день памяти и скорби. Накануне этой даты обращения жителям Республики направил глава Карачаева Черкесии Рашид Семрезов, председатель Народного собрания парламента Александр Иванов и премьер-министр Республики Аслан Озов. В жизни российского народа 22 июня 1941 года навсегда останется скорбной датой, говорится в обращении первых лиц Республики. Это день, когда фашистская Германия совершила вероломное нападение на нашу Родину, нарушила мирную жизнь советского народа, принесла горечь потери в каждый дом и в каждую семью. Великая Отечественная война стала самой кровопролитной в истории человечества. Миллионы сынов и дочерей Отечества положили на алтарь победы в своей жизни. На фронтах Великой Отечественной войны сражались и 46 тысяч жителей Республики. Почти половина из них не вернулись домой. Многонациональный народ России всегда будет пересекать попытки исказить нашу историю, возродить идеологию нацизма и навязать свое видение событий Великой Отечественной войны. Вечная память погибшим в Великой Отечественной войне. Здоровья долгих лет и всех благ нашим дорогим ветеранам и участникам войны. Говорится в обращении Рашида Тимрезова, Александра Иванова и Аслана Озова. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с президентом Национальной продовольственной группы Сады Придонья Андреем Самохиным. Обсуждены перспективы закладки садов интенсивного типа на территории Карачаева-Черкесии. Сады Придонья – одна из крупнейших компаний в сфере отечественного АПК, которая специализируется на выращивании и переработке овощей и фруктов. Премьер-министр Карачаева-Черкесии Аслан Озов провел заседание правительства республики, на котором рассмотрено порядка двух десятков вопросов. Заместитель министра промышленности и торговли республики Руслан Коваленко представил членам правительства три вопроса, один из которых – создание центра обработки данных Карачаева-Черкесии. Новое учреждение будет исполнителем услуг по разработке топологических, технологических и технических решений, а также по строению, внедрению и вводу в эксплуатацию центра. Министерство строительства ЖКХ Республики представило постановление проекта об утверждении плана реализации республиканской программы капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Карачаева-Черкесии на 2017-2019 годы. Реализация данного проекта обеспечит замену лифтового оборудования, отработавшего свой срок эксплуатации и капитальный ремонт лифтовых шахт. И в продолжение этой темы. По линии Минстроя Республики члены Кабинета министров также утвердили документацию по планировке территории линейного объекта регионального значения. Газопровод межпоселковый ГРС Карачаевск, Новая Тиберда, Нижняя Тиберда, Верхняя Тиберда и Город Тиберда. На этапе газопровод межпоселковый Нижняя Тиберда, Верхняя Тиберда, Тиберда. Вы слушаете Радио России, Карачаево-Черкесия. Продолжаем выпуск. С 12 по 14 июля текущего года в Карачаево-Черкесии состоится 4-й Северокавказский гражданский форум Архиз-21, который традиционно проходит при поддержке и участии главы региона Рашида Тимрезова. Именно вопросом подготовки и проведению этого форума было посвящено совещание, которое прошло на днях в Доме правительства республики. Участники совещания изучили деловую программу гражданского форума, обсудили широкий спектр вопросов, касающихся проведения культурной и экскурсионной программ технического оснащения, организации транспорта, проживания участников и т.д. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 250 представителей некоммерческих организаций, СМИ, органов власти и экспертного сообщества. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта Карачао-Черкесии провели мониторинг безопасности пешеходных переходов через железнодорожные пути в Черкесске и обратились к территориальному управлению Северокавказской железной дороги с просьбой их обустройства. В рамках мониторинга, исполнения майских указов и поручения президента страны активисты Народного фронта осмотрели пешеходные переходы через железнодорожные пути по улицам Даватора и Кавказская и отметили, что конструкции нуждаются в обустройстве. Они давно выработали свой эксплуатационный ресурс, в связи с чем представляют опасность для жизни и здоровья людей. Другим темам. В Карачао-Черкесии завершился основной период сдачи единого государственного экзамена и стартовал в резервные дни сдачи ЕГЭ. Сдать экзамены в резервный срок могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов – русскому языку и математике, либо пропустившие экзамен по ужительной причине. Первый резервный день отвели для экзаменов по географии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Завтра в 19 часов на Центральной площади Черкеска более 400 выпускников городских общеобразовательных учреждений торжественно простятся со школой. Праздник под общим названием «Выпускник-2017» откроется красочным парадом вчерашних школьников. Затем виновников торжества поздравят с началом взрослой жизни представители республиканских городских органов власти. Юноши и девушки закружатся в масштабном вальсе под открытым небом. Продолжится бал выпускников праздничным концертом. В числе приглашенных участников концертно-развлекательной программы коллектив «Мастер игры огня и света», «Стигма-шоу» из Санкт-Петербурга, диджей Иван Райт и Екатерина из Краснодара. Своими музыкальными номерами также порадует группа из Казани диджей «Дождик» и вокалистка из «Нальчика» Татьяна Третьяк. Кульминацией праздника станет красочный фейерверк. Учащиеся Базинского района выступят на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности-2017». Окружные состязания пройдут со 2 по 7 июля текущего года в Центре социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних Шелковского района Чеченской республики. Северокавказским школьникам различных возрастов предстоит пройти различные этапы соревнований. Ребята покажут свое умение ориентироваться на местности, навыки выживания, оказание помощи пострадавшим и их транспортировке и другие важные знания. 26 июня текущего года в Черкесске пройдет масштабная акция «Мы против наркотиков», приуроченная к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Запланирован ряд мероприятий, в том числе концерт с участием звезд места эстрады, информационный час, а также выступления и тематические презентации отделений Дворца детского творчества Республиканской столицы. Порядка 130 школьников в Карачао-Черкесии, успешно проявивших себя в учебе, спорте, общественной и культурно-массовой работе, примут участие в седьмой смене Международного детского центра «Артек», посвященной памяти американской школьницы Саманты Смит. Для детей будут организованы мероприятия, направленные на познание и изучение мира народов различных культур, обычаев и т.д. Участников смены ждут и ярмарки народных ремесел, различные викторины, путешествия по странам и континентам, «Знать свое отечество», акции «10 главных слов», а также «Артековская почта мира». Повышению дипломатической грамотности и расширению кругозора детей будет способствовать тематически эрудит марафоны и ведение словаря юного дипломата в отрядном уголке. 24 июня текущего года в 20 часов 13 минут по инициативе ряда благотворительных фондов из Черкесска состоится праздник разговления Ид-Аль-Фитр – разговления вечерней прием пищи во время месяца Рамадан. Рядом со стеллой дружбы народов Карачаева-Черкесии будут открыты столы. Все, кто желает принять участие в благоугодном деле, могут обратиться к представителям благотворительных фондов «Помощь», «Доброгорец» и «Территория милосердия». В пришкольных лагерях Карачаева-Черкесии продолжается марафон детской безопасности. В летний период сотрудники главного управления МЧС России по Карачаева-Черкесии особое внимание обращают на профилактическую работу с детьми в пришкольных и загородных лагерях, разъясняя детям основы безопасного поведения. Накануне ребята, отдыхающие в пришкольном лагере аула Кумыш, с самого утра с нетерпением ждали приезда гостей и сотрудников МЧС. Всем было интересно узнать, как работает пожарная техника и поближе познакомиться с работой огнеборцев. В летний период, помимо множества туристических маршрутов, живописных, природных и архитектурных достопримечательностей, девственных заповедных зон, кристально чистого воздуха, рек и озер, курорты Карачаева-Черкесии, готовы предложить своим гостям разнообразие экстремального отдыха. В регионе работают многочисленные туристические маршруты, и на каждом из них есть профессиональные гиды-экскурсоводы. Кроме того, туристам предлагаются все виды экстремального туризма. Это парапланиризм, рафтинг, скалолазание, скайранинг и т.д. По статистике, в летний период в туристические зоны республики приезжают больше туристов, чем в зимний горнолыжный период. Вы слушаете Радио России, Карачаева-Черкесия. Новости культуры и спорта. Карачаевский театр драмы и комедии Республики в рамках празднования 25-летия Карачаева-Черкесии, а также 60-летия со дня возвращения карачаевского народа на историческую родину, готовит для жителей республики премьеру спектакля «Сага о кефире Карачае», повествующего о захватывающей истории путешествия научной работницы из Москвы в Карачаев с миссией государственной важности. Постановка повествует об истории любви, которая завязалась между сотрудницей столичного завода и молодым карачаевцем княжеского происхождения и являвшимся крупным поставщиком кисломолочных продуктов Бекмурзой Байчоровым. Примеры спектакля состоятся в Республиканском драматическом театре 28 июля текущего года. Профессиональный футболист из Карачаева-Черкесии Хасан Мамтов перешел из команды «Тюмень» в «Анжи» и сейчас вместе с новой командой готовится к премьер-риге чемпионата России сезон 2017-2018, который стартует этим летом. Футбольная карьера Хасана Мамтова началась в 2002 году в клубе 2-го дивизиона «Нарт» в родном Черкесске. В 2004 году он перешел в Ставропольское «Динамо», затем перешел в другой любительский клуб «Новороссийск», с которым выиграл первенство России среди ЛФЛ. Позже Мамтов вновь вернулся в профессиональный клуб «Динамо». По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, водяных районов сильный, сградом, ветер западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду, температура воздуха плюс 20-25, в горах плюс 14-19, пожароопасность первого класса. Черкесский коротковременный дождь, гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 18 метров в секунду, температура воздуха плюс 23-25. Это были Вести Карачаева Черкесии, выпуск провела Валерия Дагужиева. Я с вами прощаюсь, желаю вам отличного настроения, всего доброго и до новых встреч в эфире!